Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Давайте я сейчас зачитаю, а потом мы с вами дадим ей комментарии по истории. Вы напишите это все в комментариях, а я прокомментирую. Слушала истории девушек, переживала, сочувствовала им и думала, как мне повезло, что у меня все хорошо. А теперь я и сама в роли просящей помощи. Оказывается, я попала в какую-то запутанную ситуацию и я нахожусь в безвыходном состоянии. Моя история началась 5 лет назад. Я приехала на Северный Кипр на работу. Знакомиться цели у меня ни с кем не было. Особенно с турками, так как знала, какие они любеобильные, не хотела попадаться на какого-то одного представителя из таких. На работе познакомилась с парнем. Он начал активно со мной дружить. Мне с ним нравилось общаться. Я увидела, что он не относится к той категории парней бабников. Мы дружили 3 месяца. Потом начали встречаться. Я увидела его хорошим человеком, добрый, ухаживал красиво, относился с уважением, без каких-то пошлых подкатов. Он в меня постепенно начал влюбляться. Через полгода я это поняла, что это мой человек. К сожалению, после смены руководства его заменили своими людьми. Он лишился работы и был вынужден вернуться в Турцию. Это были слезы, трудности, расставания. Но мы не могли друг без друга. И за 5 месяцев я к нему приезжала на выходные 3 раза. Потом он нашел работу на острове и вернулся. Правда, мы были в разных городах, но виделись с ним на выходных. Так было до начала 2020 года. Это было 4 года наших отношений. Здесь я останавливаюсь поподробнее про эти 4 года. Характер у меня не сладкий. Я теперь осознаю, как я ему иногда выносила мозг. Основными моими претензиями было это дарит немало подарков, что я хочу счастливую какую-то жизнь в достатке. Ну, еще мне всегда хотелось больше внимания, любви. Я скучала, мы были на расстоянии. Мы видели столько раз в неделю по выходным. Но он не мог найти работу в моем городе. А я его пилила тоже этим. Что хочу, чтобы он был рядом со мной. Когда-то я даже с ним рассталась на 2 месяца, потому что он забыл поздравить меня с праздником. Потом сама помирилась. Он очень был терпеливым со мной. Никогда не был абьюзером, не унижал, не обижал. Даже дурой не называл. Переписывались мы очень романтично. Всегда слова любви. И для меня это было очень важно. Но, кстати, ни разу меня еще... Но, кстати, ни разу меня ни Ашкым, ни Джаным не называла. Любимая, дорогая. В самом начале отношений я сказала, что хочу, чтобы мои дети были крещеными. Других вариантов быть не может. Религия у нас была основной причиной, почему мы не женились. Но это было в начале. Потом, я понимаю, туда еще и много каких-то других причин добавилось. Да, он с религиозной семьи. Мама его и сестра, и жена, мужа все покрыты. Я понимала, что я совсем не вписываюсь в их семью. И для него семья очень важная. И иерархия ценностей у них существует. Он очень любит своих родителей. У них очень хорошие отношения. Недавно хотят, чтобы он женился. Он старший из всех. И один остается неженатый до сих пор. Родители про меня не знают. Я понимаю, что брак для него это очень серьезный шаг. Он будет знакомить только тогда, когда он действительно надумал жениться. С братом и его женой я знакома. А теперь о главном. Код назад у парня начались проблемы с психикой. А точнее, панические атаки. За последний год он раз в 15 ездил в скорую. Ему было плохо. Но на обследовании все было окей. Ему казалось, что у него то сердце останавливается, то дышать не может. У него и правда, как будто воздуха дышать не хватало. Даже врачи сказали, что нужно к психотерапевту. Он один раз сходил. Ему сказали, что он долго в себе подавлял эмоции. Прописали антидепрессанты. Но он их побоялся пить. Так, я здесь немножко остановлюсь. То, что вы описываете симптомы, да, это панические атаки, да, к психиатру. И физически, скажем так, на обследование все будет в порядке. Потому что весь процесс атаки запускается здесь в мозге, когда человека повышает стревожность, его какие-то страхи. Потом начался карантин. Мы жили с ним эти пять месяцев еще и с его другом. Друга я не полюбила сразу. Он меня очень раздражал. Я ничего не могла с этим сделать. У моего парня из-за этого еще больше было стресса. Он как бы разрывался между двух окней, чтобы с другом не поссориться и меня успокоить. И тоже не поссориться. Я сейчас очень о многом жалею. Состояние его ухудшилось. У него уже началась депрессия. У меня началась работа, у него нет. Он решил поехать в Турцию на три недели провести обследование и пойти к психиатру. Как только он уехал, им объявили, что всех увольняют с их работой. И, конечно же, сюда он вернуться не смог. Он остался там, в Турции. Я здесь тоже остановлюсь сейчас. Интересно то, что ему выписали. Его была главная ошибка. Выписали антидепрессанты. Я побоялся их пить. Вообще, этого бояться не надо. Ничего в этом страшного нет. Это какие-то предупреждения, предубеждения из советских времен, что меня поставят на учет, не дадут права и всякая прочая история. Антидепрессанты, ничего у них такого плохого, страшного нет. С этого слезают. Это не навсегда. Это вообще временная мера на три месяца, на полгода. От ситуации зависит на год у кого-то. Но всегда с этого можно слезть. Это не наркотики. Это ничего страшного в этом. Это, наоборот, лекарство, которое вам помогает эмоционально выравнивать свое состояние, быть более-менее неэмоционально либо в плюсе, либо в минусе. И просто продолжать свою жизнедеятельность, нормально работать, контактировать с людьми, параллельно лечить это заболевание. Депрессия – это заболевание, а не какая-то там ваша прихоть и все прочее. В общем, он тяжело все это переживал. Я видела, что ему все хуже и хуже. А тут еще у меня обнаружилась болезнь, которую надо лечить по-женски, иначе можно остаться без детей. Я очень тяжело перенесла эту новость. Была в иныне и два месяца, все время плакала в стрессе. Короче, оба мы были в состоянии ужасном, не молили друг друга поддерживать. Я на нервах ссорилась с ним, понимая, как он устал от меня. Он уже три с половиной месяца на антидепрессантах. Стал совсем холодным, бесчувственным. Я не чувствовала за эти четыре месяца разлуки ни поддержки, ни внимания, ни капельки романтики, ни желания быть вместе. Говорила ему все это, что он изменился, стал другим, что я так больше не могу. Обратилась к психологу и после пяти сеансов вроде стало легче. Отправила ему видео, что я так больше не могу, хочу вернуть наше прошлое счастливое отношение. Сказала, что я его люблю и понимаю, что он в депрессии. Но мне тяжело с ним в таком состоянии. Сказала я, что делаю паузу, чтобы побыл какое-то время без меня. Может, ему так будет легче. Он ответил, что любит меня, видит, что он стал эгоистичным. Если я так хочу, то окей, я не буду тебя трогать. Еще я затронула тему будущую. Сказала в который раз, что уже хочу детей, мне 35, и уже надо было побыстрее. Потом, может быть, поздно. А он ответил, что ты не будешь со мной счастливой. Я тебе ничего не могу дать, как ты хочешь. Я должна была ему ответить, что мне главное, чтобы рядом был ты. Но я ничего не сказала. Так и не ответила ему на это письмо. И молчала 5 дней. За это время у меня все перернулось в голове. Я пишу и плачу. Как же я глупо себя вела. Меркантильно и истерично. Я поняла, как сильно я его люблю. Что мне главное, чтобы быть с ним. Такой любви у меня никогда не было. Чтобы меня так любили и относились ко мне хорошо. Я это не ценила, а потеряв теперь жалею. Не поддерживала его, критиковала, пыталась переделать под себя. Сейчас все это понимаю, очень хочу исправить. Но боюсь, что поздно. Потом сама написала ему. Но общаемся мы с тех пор очень холодно. Он почти не пишет. Если пишет, то очень сухо. Я теперь ему пишу более ласковые письма. Хочу его поддержать. Но он становится наоборот холоднее. Мне кажется, он меня уже разлюбил. И понял, что я в трудную минуту отвернулась. Еще эти антидепрессанты пить долго. Он как овощ от них. Галина, простите, что много текста. Я пыталась объяснить по максимуму. Я хочу попросить совета у вас. Пожалуйста, подскажите, как можно исправить ситуацию. Поддержать любым его, вернуть доверие. Любовь, то есть прежние чувства. Он без работы, живет с родителями. Увидимся, мы никак не можем из-за карантина. Да и нет у него денег сюда приехать и жить здесь. Я очень хочу сохранить наши отношения. Я хочу быть с ним даже готова пойти на компромисс в плане религии, по отношению к детям. Но сама, конечно, останусь христианкой. Но думаю, он уже точно не захочет на мне жениться. А я хочу и готова меняться в лучшую сторону ради наших отношений, если можно еще спасти. Расстояние все портит, когда нет контактов живой. И я впадаю в отчаяние. Хочу сказать девочкам, не думайте, что если вас очень любят, вы не можете испортить свои отношения. Берегите своих любимых, не доводите их и цените. У меня возникает сразу, начнем с этого, вопрос. Как вы так работали с психологом? Что вот в данный момент я бы вас отправила в ваше состояние в окончании, скажем так, письма. Вот это решение, принятое было правильным, отпустить его. Сейчас объясню, почему. Но вы обратно вот эту пружину растянули, она сейчас вам шмякает, вам плохо, вы страдаете, вы недоработали с психологом. Это раз. Или вам нужна либо, я не знаю, почему вы остановились, может быть, это финансовый вопрос был. Но вот такие переживания, это недоработка. И я не говорю, что психолог плохо сработал. Я говорю о том, что вы прервали консультацию, этого делать не надо было. Вы должны были написать это письмо с ним, расстаться под наблюдением, скажем так, психолога, чтобы он вам помог эмоционально это пережить, а потом уже с ним расставаться, я имею в виду с психологом расставаться, прекращать консультации. Так, с чего начнем? Ну давайте начнем про вашего парня, чтобы вы поняли. Вы очень сумбурное письмо, и туда, и сюда, везде потыкались, помыкались, и вроде история даже закончилась. К сожалению, многие люди не умеют воспринимать то, как оно есть сейчас, и пытаются все всегда вернуть, а посоветуйте мне, как мне быть, хочу вернуть все назад. А оно нужно возвращать? Вы себя, у вас одна проблема есть, вы себя не принимаете, вы считаете, вы делаете себя виноваты, я только в разлуке поняла, какой он был хороший. Он не был для вас хороший, вы ему предъявляли претензии по финансам, по тому, посему, то есть не хватает внимания. Понимаете, у вас эти претензии изначально к парню были. Я вообще вижу, что гладкая, ровная, ну в депрессии человек со своими проблемами, а у вас поведение сигзагообразное, позитивное, подъемное, в минусы уходите, и у вас вот такое. Вам бы, я не скажу, что там антидепрессанты попить, вам нужно посмотреть на свое психоэмоциональное состояние, почему вообще в него так вцепились. Я начнем, давайте с самого начала, чтобы так уж не прыгать сумбурно. У вас были отношения, вам что-то в них не нравилось, вы парня пилили, не вы его в депрессию вогнали, во-первых, это не ваша проблема, не надо на себя это навешивать. У парня депрессия, депрессия – это диагноз, это болезнь. Как вы, не знаю, заболеете ОРВИ, заболеете гриппом, заболеете какой-то другой болезнью или еще чем-то. это заболевание психики, которое лечится. Не надо из этого строить трагедию. Но в силу своих каких-то проблем, семейных, скорее всего, воспитания, этот парень не самостоятельный, безответственная часть, и он не готов бороться со своей болезнью. Вот что я хочу вам донести. Он вас не устраивал вначале, потому что он вам не подходил, и вы на это имеете право, не надо себя за это винить. Признайте это, что он вам не под все подходил. Вот эта история «я жалею, кусаю локти, когда уже потеряла» – это просто одиночество. Дело не в любви. Если бы он вас устраивал, вы бы его в отношениях не пилили. Я вот это вам хочу сейчас донести. Полностью он вас не устраивал. Дело в том, что вы хотите ребенка, вам 35, вы вдали от своей страны, в другой стране живете, хоть и работаете. Это определенная, скажем так, куча факторов, которые на вас сейчас влияют и давят. Поэтому вы в него вцепились. Это из разряда «не хромой», короче, нормальный мужик, «не косой, не хромой», в общем, пойдет, да? Я поняла, что он хороший, его только когда потеряла. Но он же вас изначально не устраивал. Вот на это надо обратить внимание. Лучше он не стал, стало только хуже. Но вините вы себя за это, в силу вашей самооценки. Далее. По поводу его состояния. Вы посмотрите на парня с чистым взглядом. Проблемы, вот это, знаете, такое, я не удивлена, что у него депрессия. Он себя до этого доводил. Это обращение внимания к своей персоне. Там, скорее всего, есть проблемы в семье, либо в его характере. Его давят родители. Он самый старший, до сих пор не женат. И есть определенные проблемы. У него есть определенный уже возраст. Он не мальчик маленький, прям, да, там, не 20-летний парнишка, 19-летний. И я к тому, что у него определенные есть проблемы с принятием ответственности в жизни. Проблема с тем, что, понимаете, вот так описывать, он бедный и несчастный, все ему не так в его жизни происходит. Всегда плохому танцору что-то мешает. Там его уволили, он вернулся, здесь его уволили, он опять пытался. Он все время что-то пытается, барахтается, но всегда утыкается в какие-то стены. Его везде все увольняют. И вот он опять в депрессии впал. Человеку это нужно. У вас другое поведение, другое, вообще вы другой человек. Мне кажется, он может вам даже не подходить. Он спокойный, угнетенный, не особо пытающийся. Поэтому он в депрессии. Его проблемы, я уже отметила, он не стал принимать таблетки, когда ему начались атаки, чтобы тревожность свою понизить. Он доводил себя, он, понимаете, вот это делает специально, безосознанно. Он доводит себя, впадает, ему это называется вторичная выгода, ему зачем-то это нужно состояние. Это, по сути, болезнь, это привлечение внимания, как правило. Основная причина такая здесь заложена. Вот, так что, ну, он, понимаете, от этого, скажем так, свою выгоду имеет, внимание и все прочее. То, что он стал для вас холодным, и антидепрессанты в этом виноваты, это, наоборот, нормально, это хорошо, потому что антидепрессанты выравнивают психоэмоциональное перевозбуждение, его состояние. И, честно скажу, если вы его так действительно любите, вот мой совет, изыскать с ним встречу каким-то образом, как вы сможете это сделать, как хотите. Вам вы же любите, так что давайте, ищите средства для этого, и границы, и все прочее. Найдите выход из этой ситуации. В стране, в Турции можно передвигаться, тут как бы и туристов принимают, займитесь этим вопросом. И второе, вам просто остается просто поддерживать, писать, звонить, самой быть, скажем так, навязчивой отчасти, и ждать, когда закончится его. Раз вы, если уповаете на антидепрессанты, в них проблемы, то когда его закончится лечение, это полгода где-то, наверное, еще. Там сейчас ситуация, люди, есть такие таблетки, от которых годами сидят. Но, честно скажу, дело не в болезни, не в антидепрессантах, а в вас и вашем парне. Я так скажу, что ваша проблема в том, что он вам не нравился. А сейчас вы чувствуете вину, чувство вины на вас есть за вот свое поведение, я такая была плохая, он такой хороший. Да с чего это? Нет, все было так, как оно шло. Просто вы его, скажем так, потеряв, вы потеряли не парня, и не депрессия его забрала с антидепрессантами. Вы потеряли парня, который бы, понимаете, он вам не обещал жениться. Вы на это закрываете глаза. Будущего вам не было обещано. Четыре года вы потратили просто в никуда, вот по факту. И он просто так сложились обстоятельства, что он, скажем так, съезжает с этой историей, со своей болезнью. Но дело не в этом. Потому что вы ждали будущего, которое вам было не обещано, и когда вы его потеряли, под очень благим намерением. Если бы парень с вами расстался, как расстаются, кинул там и все прочее, прервал отношения, у вас бы реакция была другой. Тут просто очень был такой хороший способ, скажем так, прекратить общение. Я вам вообще хочу, скажем так, все, что не делается, как говорится, в жизни к лучшему, я вам хочу сказать, обратите на это внимание. Я советую вам просто принять то, что вы потратили время, вам ничего не обещали. Если бы у него сейчас не было депрессии, это нет гарантии, чтобы он на вас женился, и вы родили бы детей, понимаете? Он вам говорит, я тебе дать ничего не могу. Не по семье своей религиозной, не по деньгам, не по своим эмоциональным затратам. Я овощ вообще сейчас, я не дееспособный, примите это, да, вот такой парень. Если хотите, ждите, если нет, начинайте отвыкать от него. Не надо просто, вот вы стоите сейчас на месте, копаетесь, и на себя, в силу своей низкой самооценки, гребете под себя. Я виновата, мне чувство вины, я такая плохая, я его недостаточно, я его пилила, да вы пилили по делу, потому что он вас не устраивал. Вот что хочу сказать. Хватит уже все одно да по одному. Спасибо за внимание, пишите комментарии девушке, что вы посоветоваете, как вы думаете, в чем вообще причина, как ей поступать дальше. Я вам посоветую разобраться в себе, закончить работу с психологом вашу, чтобы вас отпустило, как говорится, надо разобраться в этом парне, и не надо себя винить, это же у вас какой-то пунктик в плане вины накладывать на себя. Вы в его болезни не виноваты. Он своей жизнью управляет, ему эта болезнь зачем-то нужна, это называется вторичная выгода в психологии. Вот. Пишите ваши комментарии, поставьте лайки под этим видео, мне это будет очень приятно, это поможет распространению этого видео, рейтингом на канале, это очень сильно продвигает для новых подписчиков, чтобы кто-нибудь подписывался на канал. Вот. Я пишу свою почту всегда под видео, если у вас есть вопросы, пишите туда, анонимно рассказать вашу историю на канале, разобрать вот так, как сегодня это было, либо записаться на платную консультацию. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока!